Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и для любителей кастомизации разработчики выложили новую рулетку, в которой вы можете взять себе все начиная от абсолютно ненужных. Я бы сказал, что ту его хуча здесь этих осколков, которые помогут вам покупать себе контейнеры с кастомизацией, правда, из которых можно себе еще повыбивать всякого рода прикрас, начиная от фонов профиля и заканчивая красивыми обвесами. Но в целом, ребят, все же я бы хотел, чтобы здесь разработчики ложили какие-то, пускай, более дешевые камуфляжи, чем эти осколки. Если вы меня поддерживаете, обязательно пишите об этом в комментариях. В целом, в комментариях пишите все, что вы думаете по поводу того, о чем я снимаю свои видео. Что касается ценностей, по крайней мере, то, что я ценностями здесь считаю. Я считаю ценностями вот эти два обвеса, огнегарпун и МГ. Это действительно красивые обвесики в нашей игре. И есть вот такие вот два довольно симпатичных, интересных камуф. Не под каждую машину, безусловно, не подходят, но под некоторые машины заходят действительно очень четенько. Что касается стоимости данной рулетки. Здесь 15 прокрутов, и эти 15 прокрутов суммарно обойдутся вам в целых 9280. Я не готов ни на одном из своих аккаунтов отдать стоимость хорошей, годной машины в нашей игре, которую можно действительно приобрести себе за 9000. А порой можно себе за 9000 приобрести и со скидкой чего-нибудь даже повыше уровнем. Ну, короче говоря, явно не тот ценник, который я готов сливать. Пару раз, безусловно, крутнем. Что касается наших шансов. Я не беру в учет анимированный аватар, который, в принципе, мне не нравится, да и аватаров у нас достаточное количество в игре, которые можно бесплатно получать. Фон профиля. Почему такой низкий шанс выпадения 0,06 за то, что будут видеть исключительно люди, которые будут заходить к вам в фон профиля для того, чтобы посмотреть вашу стату? Я не сильно понимаю. Мне вот как-то, допустим, больше нравится идея того, что тот же самый MG08 имеет целых 10% выпадения. И это действительно классно, действительно хорошо. Ну что, попытаемся пару раз ради интереса крутнуть. Особо много раз крутить не будем. Посмотрим просто, что нам выпадет за ближайшие там 3-4 прокрута, не более того. Более 200 голды мне бы не хотелось на все это дело сливать. Ну и, понятное дело, осколки. Спасибо большое. Очень рад, что теперь у меня пополнилась копилка моих осколков, которых у меня и так достаточно. Осталось только дождаться момента, когда выбьют, выбьют, говорю, выйдут контейнеры, в которых в свое время были еще и сертификаты на свободку. Вот там было интересно. Их можно было покупать за как раз вот осколочки. Этого момента я и жду, чего и вам желаю. Поэтому осколки свои не сливаю. Ну что, крутим еще раз. Забрали один конт. Его сейчас обязательно откроем. Посмотрим, что мы оттуда достанем. Не думаю, правда, что что-то интересное. Скорее всего, аватар какой-то заберем. Еще один контейнер. Ну окей. С моим счастьем мне только контейнеры открывать. Но, по крайней мере, там машин нет. Поэтому, может, действительно что-нибудь интересненькое выпадет нам. Смотрим, будет обвес. Да, обвес MG08. Он действительно красивый. Действительно классный. И под какие-то историчные машины действительно подходит. Единственное, что, опять-таки, было бы неплохо, чтобы разработчики реанимировали нижние уровни. Вот там MG действительно есть на кого навесить. На какую-нибудь старую машину времен Первой мировой войны. Смотреться будет просто обалденно. Опять осколки. Ну что, крутим еще раз. Чисто ради интереса. Не думаю, что заберу огнегарпун. Хотя, если заберу огнегарпун, буду считать, что я не зря слил свою голду. Нет, осколки. И такое количество голды за 50 осколков, это действительно, ну прям совсем. Ладно, бог с ним, давайте еще раз. Ну, давайте еще раз. Понимаю, что заигрываюсь, но все же. Давай, давай огнегарпун мне. Дай мне огнегарпун. Нет, еще 50 осколков. Сколько этих осколков здесь осталось? Тысяча. Тысяча осколков, камуа и целых 200 голды. Давайте посмотрим, что я уже прокрутил. Если сейчас меня просят 200 голды, то это будет восьмой прокрут. Давайте 200 и все. Вот последний раз, знаете, вот как алкоголик с бутылкой. Все, вот последний раз все рвну и больше никогда в жизни не буду. Ну, давай. Давай огнегарпун и... Нет, ребят. Мы получили контейнеры. Ладно, бог с ним. Больше крутить не буду. Все-таки надо как в казино уметь вовремя остановиться. Чего, как говорится, и вам желаю. Смотрим, что у нас. У нас есть два контейнера таких и один вот такой вот. Ну, давайте начнем с контейнера с аватаром. Вообще ни о чем. Аватаров, в принципе, как я и говорил, огромное количество. Дам жару. Ну, это еще под вопросом, дам жару или не дам. Но гордо заехать, конечно, можно. Что здесь у нас? Огромное количество всего. Фоны, профили, аватары. Аватаров, блин, тут еще больше, чем осколков. Есть каму. Каму меня, честно говоря, больше интересует. Но лучше всего, конечно, чтобы обвесик какой-нибудь вывалился оттуда. Открываем. Смотрим. Будет что-то годное. Класс! Класс! Теслаган, ребят! Вот так вот. То есть уже не зря этот контейнер выпал. А из второго контейнера мы с вами забираем аватар. Ну, аватар, честно говоря, ни о чем. В любом случае, ребят... А у меня есть осколки. Давайте еще пооткрываем контейнеры. За осколки. Раз. Я не помню, честно говоря, сколько у меня здесь в копилке осколочков на этом аккаунте. Поэтому давайте сольем все. Вот серьезно. Просто возьмем и сольем все, что у меня есть в копилке по осколкам на то, чтобы посмотреть. Ну, видите, из этих контейнеров, в принципе, да и моя практика, в частности, показывает, в основном выпадают именно аватары. Причем, я бы не сказал, что каму. Это да, окей, хорошо, годно. За 750 получить камуфляж, это нормально. Это хорошо, особенно если каму больше нравится, чем тот, который ты слил, для того, чтобы эти осколки получить. Кстати, камуфляжи-то, если вы не знали, можно обменивать как раз на осколки и попытать своей удачей вот в этих контейнерах, для того, чтобы достать себе камуфляжик какой-нибудь более симпатичный, более подходящий под в твое внутреннее я. Как дома? Как у кого дома? Давай, давай мне что-нибудь годное. Ловкий ниндзя. Ну, окей, хорошо, можно навесить, если вдруг выходишь на какой-нибудь японской технике. Опять аватар, все, закончилось. За голду, понятное дело, открывать не буду. На этом мои приключения с контейнерами закончились. Я не могу сказать, что я прям совсем не получил то, чего хотел, но и сказать, что я прям сильно счастлив, тоже не могу. Что мы имеем? Мы имеем вот такой вот Теслаган. Не под каждую машину подходит, больше подходит под футуристические машинки. И мы с вами получили обвес МГ, который выглядит вот так. Но, как я и говорил, лучше бы, ребята, разработчики реанимировали нижние уровни. И вот там вот действительно можно было бы на какую-нибудь там машинку, которая плюс-минус вторичная, допустим, там Т-14, поставить как раз вот этот вот МГ. Но не под все машины, он, кстати, тоже подходит. Стоит помнить о том, что наши, ребят, вот эти все обвесы, они не являются в основном универсальными. Они, как правило, подходят под определенные машины. И, как вы видите, если опуститься в самый низ списка, а там должны быть самые низкие по уровню, то, ребята, вы увидите, что ниже пятого уровня ни на кого надеть данный обвес не получится. А нет, есть все-таки МС-1. Вот на нем, да, на нем согласен. Не помню, честно говоря, есть у меня МС-1 или нет на этом контенте. Есть МС-1 у меня. И давайте попробуем улучшение, улучшение внешнего вида. И вот так вот на нем будет смотреться МГ. Ну, хоть как-то, хоть как-то. Исторично вопросов нет, хотя лучше бы он не сзади стоял, а где-нибудь спереди. Опять-таки, наверное, больше цепляюсь. В общем, друзья мои, крутить или не крутить рулетку, безусловно, решать вам. Мое скромное мнение, лучше потратить 9000 на какую-нибудь годную машину, которая будет доставлять вам удовольствие. Вы можете прокрутить в районе 1000 голды, как это сделал я, забрать себе пару обвесов, пару камо, и на этом, ребят, лучше останавливаться. Потому что особо годного в этой конкретной рулетке, к сожалению, нет. Вот такое честное мнение по поводу рулеточки с кастомизацией. Пишите свое мнение, обязательно подписывайтесь на канал и убедитесь в том, что прожав на колокольчик, вы не пропустите все видео. А для этого у вас должно быть вот так вот выбрано все уведомления с моего канала. Спасибо большое за просмотр. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.